Добрый день, уважаемые участники. Я надеюсь, меня слышно, видно, и можно начинать нашу сегодняшнюю встречу. Тема сегодняшнего нашего мероприятия – онлайн-сервисы и программы для проведения видеоконференции. Я сегодня решила протестировать несколько самых популярных сервисов и программ, которые специализируются на предоставлении вот такой функции, как видеоконференция, посмотреть на их преимущества, недостатки, протестировать с точки зрения использования, допустим, для библиотечной работы или для работы в школе, в учебном заведении. Посмотрим, как на те сервисы, которые работают без установки, программ просто в браузере. И, соответственно, еще есть несколько программ, которые нужно скачивать и устанавливать. Посмотрим, что лучше, что хуже. Может быть, какой-то инструмент из этих вас заинтересует. А если у вас есть опыт работы с каким-то сервисом или программой, то, пожалуйста, в чате можно об этом рассказать, дополнить мой рассказ какими-нибудь интересными своими наблюдениями и замечаниями. Ну, давайте начнем. Итак, прежде чем создавать видеоконференцию, на что обращают внимание прежде всего? Прежде всего важен небольшой список требований, у каждого будет свой, которые вот этими требованиями мы будем руководствоваться, когда будем выбирать для себя подходящий инструмент. Я попыталась обобщить все самые основные требования, которые предъявляются к таким сервисам и программам. Прежде всего, это необходимость бесплатного тарифа. Важно, насколько рассчитана участников конференции. Чем больше, тем лучше, естественно. Какой тип платформы будет использоваться, то ли нам необходимо заранее скачать эту программу, установить на компьютер, и все участники должны сделать то же самое, либо только организатор это должен сделать, а участникам не обязательно, либо вообще ничего не скачиваем и не устанавливаем, мы работаем прямо в режиме онлайн. Это тоже важно. Важен такой вопрос, как количество спикеров. Дело в том, что на некоторых платформах говорить имеют право не все, а только один спикер, два спикера или там определенное количество. Это тоже важно. Если нам необходима конференция, для которой мы что-то будем обсуждать, то, естественно, количество спикеров здесь тоже немаловажно. Участвовать должны по максимуму все. Дальше. Для кого-то важна запись, особенно для тех, кто не может по каким-то причинам присутствовать, но хотел бы тоже поучаствовать, посмотреть на эту видеоконференцию, поэтому это важно. Далее необходимые инструменты для совместной работы идут. У нас демонстрация экрана, то есть чтобы мы могли показывать презентацию, либо какие-то другие документы демонстрировать для всеобщего показа. Хорошо бы, чтобы была виртуальная доска, на которой можно мозговой штурм создавать, что-то рисовать, дополнять, печатать и так далее, где бы участники могли бы делиться своими материалами. Ну и, наконец, чат. Это тоже немаловажно. Возможно, я здесь что-то забыла, может быть, что-то еще вы бы сюда в этот список добавили. Но вот с точки зрения этих параметров я и попыталась посмотреть на разные известные и не очень сервисы. Начать предлагаю с самого известного. Я их по популярности пыталась разложить. На мой взгляд, самый популярный на сегодняшний момент – это Skype. Наряду с тем, что он позволяет проводить обычные видеозвонки, есть и функция создания видеоконференции, веб-конференции. Для начала, как это все работает? Ну, для начала вам предложат скачать и установить Skype на компьютер. Если вы будете организатором конференции, то лучше устанавливать Skype на стационарный компьютер. С мобильного устройства организатору не всегда будет удобно, и, возможно, связь может подвести в самый неподходящий момент. Самое интересное, что сейчас у Skype появилась веб-версия, и организатору даже уже не обязательно устанавливать себе программу на компьютер. Можно проводить видеоконференцию прямо в браузере. Есть такая опция на сайте Skype, в самом низу есть кнопочка для работы с веб-версией. Правда, все равно без установки не обойдется, потому что перед, собственно, самой конференцией предложат установить все равно маленький плагин на компьютер, и уже тогда можно работать с веб-инструментарием. Хорошо. Скачиваем, либо выбираем веб-версию, любой вариант. Дальше заходим внутрь Skype, и нам сразу же предложат несколько вариантов. Мы выбираем вариант собрания. Это та самая видеоконференция. Для собрания вы можете провести тут же в режиме, как это назвать, реального времени. Тут же зайти, тут же собрать, организовать и провести. Либо можно заранее тут же собрать и провести. Либо вы можете присоединиться уже к собранию, которое уже существует. Мы, поскольку мы организаторы, выбираем опцию провести собрание и приступаем к его созданию. У нас тут же включается виртуальная комната. Собрание готово. Дальше нам остается только назвать его тему, получить ссылку, ну и разослать эту ссылку всем участникам, которых мы хотим видеть на этой конференции. Что нужно сделать участникам? Они переходят по этой ссылке. Если у них Skype уже установлен, то открывается их программа Skype, и они через Skype присоединяются к видеоконференции. Если у них программы такой нет, то это не обязательно для установки. Они по этой же самой ссылке попадают автоматически в веб-версию и работают из браузера. Вы нажимаете, как только вы всем разослали, вы включаете кнопку начать собрание, и собрание, собственно говоря, начинается. Ссылка эта бессрочная. То есть любой человек в любой момент по этой ссылке может попасть внутрь конференции. Количество участников Skype нигде не прописывает у себя на главном сайте. Но, покопавшись в настройках, я выяснила, что до 99 участников может присоединиться. Внутри веб-конференции есть чат, в котором можно писать сообщения и посылать различные материалы. Он будет, как обычно, с правой стороны. Вообще для всех этих программ и сервисов чат по большей части всегда справа. Вот у меня там немножко затемненный в правом углу. Это он и есть, чат. Дальше. Есть функция демонстрации экрана. Он позволяет любому участнику демонстрировать всем остальным участникам изображение со своего компьютера. Ну вот я открыла эту опцию демонстрация с экрана. И здесь у меня несколько вариантов. Можно показать рабочий стол, можно показать какое-то окошко из браузера. Можно, собственно, сам Skype показать. Любые открытые документы, которые у вас в данный момент открыты, можно продемонстрировать. То есть выбираем то, что нам необходимо, нажимаем на кнопку «Начать демонстрацию», и после этого демонстрация разворачивается на большой экран, ее все увидят. Как я уже сказала, здесь есть чат. Вот он так выглядит. Чуть-чуть поподробнее его открыла. Если нажать на значок, который я в красную рамочку вынесла, можно в этот чат прикреплять разные материалы со своего компьютера. Вот я нажала, у меня открылся компьютер, рабочий стол, и я любой материал сюда могу прикрепить. Это очень удобно. Можно по ходу обмениваться разными материалами с участниками. Еще что хорошего есть. Еще есть разного рода настройки. Вы можете настроить виртуальный фон себе. Например, если вы ведете репортаж с не очень подходящего фона, где-то в таком месте, где не успели приготовить задний план, то здесь есть функция виртуального фона, можно выбрать его, нажать на соответствующую кнопку с настройками, выбрать эффект фона. Есть несколько картинок уже готовых, можно свою подгрузить, и таким образом у вас будет более симпатичная видеозаставка ваша. Что еще? Еще в том же самом чате есть возможность создавать опросы. Тоже хорошая опция. Самая правая нижняя кнопка создает опрос. Открывается вот такое окошечко. Нам остается только вписать вопрос и варианты ответов. После этого мы нажимаем на кнопку создать опрос, и он у нас отправляется в чат. Работать с этим опросом участники будут в чате. Вот он появился у меня в чате. Участники начинают голосовать. Это опрос. Здесь нет правильных, неправильных ответов. Здесь мы просто опрашиваем участников по поводу чего-либо. Вот у меня три варианта ответа. Участник выбирает любой из трех. Ну, он первый нажал. Тут же обозначается синеньким. Это для него в чате. Ну, а все желающие, организатор в том числе, нажимает на сведения и получает информацию, сколько участников и как ответили на этот вопрос. И все это можно посмотреть, проанализировать и скорректировать проведение вебинара, видеоконференции. Ну, и из последних, еще из того, что я не назвала, ну вот, пожалуйста, вот так выглядят результаты этого опроса, кто как ответил, например. Ну, и еще одна опция – это возможность записи. Skype предоставляет эту возможность. Можно записывать записи, хранятся в течение 30 дней. Вот в течение этого времени можно к ним обратиться, посмотреть и познакомиться с видеоконференцией. В общем-то, в принципе, инструмент-то очень неплохой. Единственный недостаток, который отмечают пользователи, это не всегда корректная связь. Возможны перебои со связью, пропажа звука, изображения. Вот такие возможности. Ну, а в целом, когда вышли на дистанционное обучение, учителя – это как раз была первая программа, к которой они обратились. И многие учителя так до конца с ней не расстались и продолжали проводить уроки в Скайпе. У меня тоже был такой опыт, довольно удачно. Правда, у меня небольшая была группа до 10 участников. Но так или иначе, когда Мирополис отказался работать, завис, и нас выкинул из виртуальной комнаты, мы перешли в Скайп и закончили вебинары в режиме вот такой видеоконференции. Получилось очень даже неплохо. Так что, как базовый инструмент, Скайп, в принципе, очень даже неплохо. Что еще можно предложить в качестве альтернативы? Ну, предложение от Гугла. Google Meet. Это изначально было премиальное решение. Это был платный вариант видеоконференции Google для корпоративного сектора в основном. Предлагали только платные тарифы. Однако в связи с пандемией и событиями дистанционного обучения они приняли решение создать бесплатный тариф и предоставить его всем желающим. И он до сих пор работает, и до сих пор он на сайте обозначен как абсолютно бесплатный тариф, бессрочный, то есть можно им пользоваться. Единственное, что необходимо здесь и организатору, и участникам, это создание Google аккаунтов. Либо завести Google почту, либо завести Google аккаунт через свою обычную почту. Но так или иначе, допуск в конференцию будут иметь только те, у кого этот аккаунт есть. Заходим на стартовую страницу. Ничего скачивать не надо, все происходит в самом браузере. То есть в этом смысле можно не беспокоиться. Все будет хорошо работать и на мобильных устройствах, и в стационарном компьютере. Лучше всего, конечно, Google Meet функционирует в браузере Google. Это без сомнения. Плюс еще неплохо реагирует на Firefox, Mozilla. Все остальное, возможно, под вопросом. Хуже всего он взаимодействует с интернет-эксплоурером. Итак, заходим, выбираем начать встречу. Ну и для начала познакомимся с тарифами. Перед тем, как, собственно, встречу начинать, можно посмотреть на тарифы. Ну вот он, бесплатный тариф. Мы видим, что здесь можно проводить видеоконференции до одного часа, до 100 участников. И, собственно говоря, количество таких встреч никак не ограничено. Записи, как видим, здесь нет, но все основные базовые функции есть. И продолжительность очень неплохая, и количество участников тоже. Выбираем бесплатный тариф, нажимаем начать и переходим к планированию конференции. Конференции здесь планируются. Если в Скайпе оно создается здесь и сейчас, тут же всем разослали, тут же провели конференцию, такая летучка, по сути, то в Google Meet есть возможность планировать заранее конференции. Это удобно, особенно если мы работаем со школьниками и с их родителями. Чем раньше отправишь ссылку, тем будет лучше. Поэтому лучше заранее все запланировать. Открываем планировщик. Он выглядит следующим образом. Привязан к Google календарю. Здесь мы выбираем, ну, во-первых, даем название своего мероприятия, мероприятия, небольшую аннотацию, если это необходимо, уведомления настраиваем, вписываем информацию, которая нужна, и самое главное, выбираем дату, когда это мероприятие состоится. Далее, если после этого, когда все у нас заполнено, сохранено, нажимаем сохранить и переходим уже к тому, что получаем ссылку, которую будем рассылать участникам. Давайте посмотрим дальше. Ну, вот она, код. Мы эту ссылку копируем и можем рассылать участникам. Тут же подключаются кнопочкой «Пригласить». Мы можем подключить все свои контакты, которые у нас есть в Google почте, и можем сразу тут же разослать по этим контактам ссылку. Либо можем это сделать вручную, каждому участнику отдельно ее отправить. Тут как угодно. Ну, и дальше участники по этой ссылке заходят внутрь, входят в свой аккаунт Google и могут уже принять участие в мероприятии. Есть ли возможность создания единой ссылки? Да, есть возможность создания единой ссылки. Тут есть, правда, мелко, кнопочка «Не повторять». Если у вас конференция повторяющаяся, то вы нажимаете на кнопку «Не повторять» и выбираете из выпадающего списка опцию «Повторяющаяся конференция». Тогда у вас ссылка будет одна. Это удобно, если у вас, допустим, есть группа, и вы каждый день проводите с ними занятия. Одну и ту же ссылку можно скопировать и выбрать опцию «Повторение». То есть, чтобы ссылка была одинаковая для всех. Есть такая возможность, можно это сделать. Ссылку разослали. По этой ссылке участники заходят внутрь виртуальной комнаты. Что здесь есть в виртуальной комнате? Как обычно, подключаем камеру-микрофон. Можно демонстрацию экрана включить. Для этого нажимаем «Показ», «Начать показ». И выбираем из трех возможностей. Либо рабочий стол, весь экран, либо какое-то окошко, которое у вас открыто, либо вкладку браузера, если это необходимо. Смотрим, выбираем подходящий вариант, открываем на экране. Вверху три кнопочки. Первая кнопочка в красной рамке – это для открытия чата, для того, чтобы общаться. В чате можно писать текстовые комментарии, можно добавлять, обмениваться материалами. Еще одна очень хорошая кнопка, она справа находится, зеленая такая, с тремя геометрическими фигурками, там треугольник, квадратик и кружочек. Это кнопка для подключения виртуальной доски. Тоже хорошая опция. Дело в том, что у Google есть виртуальная доска, отдельно сама по себе она существует, называется Google JumpBot. Так вот, в Google Meet эта доска включена, и вы можете в любой момент ее вызвать. Нажимаем на эту кнопку, и доска создается автоматически, и ссылка на нее появляется в чате участников. Ну, а самому организатору можно ее открыть на большом экране, чтобы всем было хорошо видно, и на ней можно уже работать. Доска очень простая, но очень функциональная. Здесь можно рисовать, как мы видим, что-то писать, прикреплять стикеры и загружать картинки со своего компьютера. Каждый из участников может это делать. Если одна страничка доски заполнена, тут же создаем страницу номер 2 и продолжаем мозговой шторм. Так что в этом смысле это очень удобный инструмент. Здесь все основные возможности, кроме записи. Все присутствует. И чат, и демонстрация экрана, и хорошее количество участников, и даже электронная виртуальная доска. В общем, инструмент производит очень хорошее впечатление. Самое замечательное, что не надо ничего скачивать и устанавливать, за исключением Google аккаунта. Ну, вот мимо этого, конечно, не пройдешь, потому что Zoom на сегодняшний момент самый популярный для проведения онлайн-конференции. Во многих школах он стал единственным возможным. То есть, когда хочешь, не хочешь, а пришлось учителям его осваивать и в нем работать. Хотя, на самом деле, изначально, хотя очень скептично относились к этому сервису, он, в общем, очень неплохой, очень функциональный. Сейчас попробую это вам показать. Может быть, если вы работали, вы меня поддержите в этом смысле. Я поработала в Zoom достаточно много, попробовала много функций. Не все, но большинство опробовало. Расскажу, как это все делается. Самое сложное на первом этапе, это, конечно же, нужно устанавливать и скачивать программы. Есть приложения для мобильных устройств, есть программа для стационарного компьютера. Лучше, конечно, всего работать на стационаре. Потому что любые перепады Wi-Fi, любые неполадки со смартфонами, особенно если устройство не очень функциональное и память у него забита, то Zoom может не очень стабильно работать. У него больше плюсов, конечно, чем минусов. Если заглянуть в его технические характеристики, то мы увидим, что в бесплатном тарифе можно подключать до 100 участников. В бесплатном тарифе конференция длится 40 минут. Но самое замечательное в этом смысле, что не обязательно за 40 минут тут же все заканчивать и отключаться. Если вы что-то недосказали, то можно заранее передоговориться и переподключиться. По этой же самой ссылке зайти второй раз в виртуальную комнату и продолжить дальше. Ну, так или иначе, это работает. Дальше. Совместное использование экрана. Приглашение можем отправлять участникам по электронной почте с помощью ссылки-идентификатора, с помощью кода и пароля. Дальше. Можно рисовать на белой доске. Она здесь есть. Более того, здесь можно организовать групповую работу, раскидать всех участников по комнатам. Они называются сессионные залы. И каждая группа участников будет работать самостоятельно. В конце мероприятия их можно собрать вместе и подвести итоги групповой работы. Тоже интересно. Детям особенный интерес представляет виртуальный фон и виртуальные маски, которые здесь присутствуют. Тут главное не увлечься. Можно это настраивать для себя, свою картинку таким образом, видеокартинку украшать. Что ставят в минус зуму? Ну, прежде всего, неустойчивость связи, раз. Ну и второе, поскольку он чаще всего использовался, с ним больше всего и скандалов было. Был большой скандал со сливом информации. Якобы конфиденциальные сведения, конфиденциальные видеозвонки попали в сеть и разошлись по сети. Нарушение защиты персональных данных и тому подобное. И еще такая особенность была, особенно это в школах, я думаю, когда входили на конференцию совершенно чужие посторонние люди и срывали уроки, онлайн-уроки с помощью вот этой ссылки, попадали внутрь, и урок оказался под угрозой. У меня тоже такое было в моей практике. Но это все решаемо на самом деле. Допустим, зум предоставляет возможности создания зала ожидания, когда сам организатор решает, кого впустить в конференцию, а кого нет. И, собственно говоря, коды и пароли тоже какую-то защиту, конечно, имеют здесь. Единственное, что, естественно, если ваши ученики куда-то отправили эти свои пароли, логины, раздали, кто-то по ним зашел, это уже вопрос не к зуму, это уже вопрос организации. Давайте посмотрим, как это работает. Скачиваем, устанавливаем программу Zoom к себе на компьютер, например. Это стартовое окошко программы. Здесь четыре основных кнопки, которые позволяют нам быстренько сориентироваться. Для освоения программы не так уж много нужно времени. Я буквально потратила полчаса, час для того, чтобы разобраться, что и как здесь работает. Это можно сделать в одиночку, не обязательно никого подключать, просто самостоятельно походить и посмотреть, как здесь все устроено. Итак, новая конференция. Это вот прямо сейчас, и здесь мы начинаем конференцию, нажав на эту кнопку. Ее можно заранее запланировать. Для этого есть соответствующая кнопка чуть ниже. Будет открываться окошечко, которое мы будем заполнять. Сейчас я его покажу. Дальше. Войти. Эта кнопка на тот случай, если вы не как организатор выступаете, а как участник, тогда вы через нее заходите, вас попросят ввести логин и пароль для конференции. Ну и вверху есть еще хорошая кнопка конференции. Она нужна для того, чтобы посмотреть на все ваши конференции, которые вам предстоят, которые вы запланировали. Открывается весь этот список. Ну давайте посмотрим, как нужно запланировать конференцию. Нажимаем на запланировать. Вот это окно для планирования конференции. Здесь есть основные параметры, есть расширенные настройки. Я открыла их все. Итак, тема мероприятия, начало мероприятия, продолжительность. Устанавливается максимально 30 минут, но по факту 40 проходит мероприятие. Просто через 30 минут вам придет уведомление, что через 10 минут мероприятие будет закончено. Далее. В разделе «Безопасность» система тут же генерирует код. Как правило, это какой-то вообще случайный набор цифр и букв, и это не всегда удобно, особенно если дети маленькие. Например, в начальной школе им очень тяжело набирать эти пароли, особенно с раскладкой можно промахнуться, если большие-маленькие буковки черетуются. В этом смысле код вы можете сделать самостоятельно любой, какой пожелаете. Просто стереть то, что написано, и вписать свои буквы и цифры. Желательно подключить зал ожидания. Это просто необходимая такая опция, особенно если мы имеем дело с аудиторией, которая только-только в первый раз на мероприятии, и возможно подключение случайных людей, чтобы себя безопасить, включаем зал ожиданий. Дальше. Видеоконференция имеет еще расширенные параметры. Я их вот внизу открыла, три кнопочки. Выставляем галочки, если это нужно. Например, разрешить участникам подключаться в любой момент. Да, это важно, особенно если опаздывают на урок дети, то надо разрешить им включиться. Дальше. Автоматически записывать конференцию на компьютер. Если это необходимо, то да, можно сразу выставить эту галочку, и ваша конференция тут же автоматом будет записываться. Вам не нужно будет тратить на это время. Кстати, запись можно включить прямо вот в самой конференции. Если вы забыли сделать это в планировании, то можно заранее, уже не заранее, а в самой конференции это сделать. Как установить русский язык? У меня всегда английский. Вот у меня в презентации ссылочка на Zoom, она русскоязычная. Сейчас я попробую эту ссылку найти. Попробуйте. Может быть, у вас получится скачать русский язык. У меня изначально скачивался сразу русский, устанавливался как русский. Ну и после этого мы получаем код, идентификатор и ссылочку. Ссылку рассылаем участникам конференции. Можно сразу разослать целиком все. Как правило, я так делала. И ссылку, и код, и идентификатор. Кто не мог зайти по ссылке, заходил через идентификатор и код. В ссылку уже встроены коды, пароли, все. Нужно только на нее нажать. А вот с идентификатором заходим через программу Zoom, нажав на кнопку «Войти». Ну а далее сама конференция выглядит стандартным образом в центре поля, на котором мы будем демонстрировать что-либо. Далее с правой стороны будет чат, и внизу несколько кнопочек для, собственно говоря, настройки и всех остальных возможностей. Ага, вот нам подсказку дали, как перевести. Спасибо за подсказку. Ну давайте смотреть. Во-первых, чат. Чат здесь очень хороший, он мне нравится, потому что он настраивается. В чате можно настроить, как общаются участники. Изначально все открыто, то есть все комментарии участников, собственно говоря, видны и организаторы, и сами участники видны, и все могут совершенно спокойно писать друг другу. Это иногда приводило к разным ситуациям, когда дети начинали между собой в чате общаться, а учитель иногда не всегда за этим мог уследить. Они между собой там как-то могли общаться. Поэтому тут приходится перед началом урока немножко чат настроить. Если вы хотите, чтобы вам отвечали только дети, а между собой не общались, тогда выбираем опцию «Общаться только с организатором». И тогда вы можете им писать что-то в чате, и они будут писать только вам. Между собой общаться не будут, если это необходимо. Например, во время объяснения нового материала, чтобы дети не отвлекались, можно чат вот таким образом настроить. Эта опция хорошо помогает при создании игр. Например, в Zoom можно играть с участниками. Была такая у меня возможность, когда я находилась в библиотеке, и две группы студентов, с которыми мы играли, находились в двух учебных заведениях разных. Мы через Zoom соединились на троих, создали конференцию, и я настроила чат на общение только с организатором. На экране я показывала слайды с заданиями, с вопросами, а участники в чате мне отвечали. Ну и далее я свои ответы друг друга, они, естественно, не видели. Видела все я, озвучивала ответы и говорила, кто ответил правильно, и назначала количество баллов. Так, у нас подсказка есть. Есть возможность связать видеоконференцию с Фейсбуком и Ютуб, но только на платной основе. Если это круглый стол или конференция, то очень удобно. Да, с платной основой, да, есть такая возможность. Есть здесь платный тариф, вы можете устраивать трансляции на Ютуб, если это необходимо. Обычно крупные какие-то учреждения, библиотеки, либо крупные вузы покупают платный тариф, и таким образом имеют возможность транслировать свои мероприятия. Например, какую-то важную конференцию вы проводите, ее можно транслировать в Ютуб, это тоже действительно удобно. Но в бесплатном тарифе вы можете только записать. Трансляция здесь не предусмотрена. Давайте посмотрим, что еще здесь есть. Демонстрация экрана. Здесь огромное количество окошечек сразу всплывает. Вы можете открывать любой документ, который у вас в данный момент открыт. Можете вкладку браузера развернуть на весь экран, рабочий стол показать. И в красную рамку я вынесла так называемую доску сообщений. Это та самая электронная виртуальная доска, на которой можно писать в ходе работы. Выглядит она вот следующим образом. Здесь можно печатать тексты, можно рисовать, чертить, стирать ластиком, удалять, очищать и так далее. На виртуальной доске можно проводить мозговой штурм. Ее хорошо используют разные предметники, когда невозможно что-то напечатать, допустим, нужен какой-то чертеж или какое-то другое визуальное объяснение, то оно хорошо здесь идет. Ну и для мозгового штурма тоже пригодится. Виртуальная доска. Что я заметила в зуме, такая ремарочка по ходу. После того, как вы хотите переподключиться, допустим, вы демонстрировали презентацию, потом вам необходимо переключиться на виртуальную доску, там поработать, а потом опять вернуться к презентации. У меня не получалось вот так вот сразу переподключаться. Приходилось сделать так. Сначала посмотреть на доску, отключить демонстрацию, потом включить заново уже презентацию. Затем опять ее отключать и подключать. Почему-то вот переподключение между окошечками у меня не получалось. Но это так. Маленький недостаток. Может быть, я тогда еще не очень хорошо разобралась, что есть то. Дальше. Среди дополнительных инструментариев. Что еще есть? Дело в том, что участники могут по ходу комментировать то, что вы показываете на экране. И я думаю, школьные учителя с этим очень столкнулись, когда некоторые не очень сознательные школьники начинали рисовать поверх презентации в своем экране. Чирикать, там что-то подчеркивать, может писать даже что-то. Поэтому есть такая опция в разделе «Дополнительная». Называется «Отключить комментарии участников». То есть у них не будет возможности рисовать поверх экрана. Если необходимо комментирование, например, когда вы включили виртуальную доску, то мы включаем комментарии. Когда объясняем новый материал, отключаем. Далее. Если мы показываем видеоролик, есть возможность запускать здесь видео, но это делается обычно с рабочего стола. Открываем видеоролик, даем демонстрацию экрана «Рабочий стол». И дальше, чтобы зрители услышали звук, не только вы его слышали, но и зрители, обязательно ставим галочку «Совместный доступ к звуку». И видеоролики тоже можно таким образом транслировать. Это все находится в разделе «Дополнительно». Пощелкав по кнопочкам, посмотрим, что здесь и как. В разделе «Комментарии» это организатор комментирует. Вы можете рисовать на своей презентации, что-то вводить в кружочек, подчеркивать и так далее. Что еще здесь можно сделать? Раздел «Безопасность». Здесь тоже очень важный раздел. Нужно открыть и посмотреть, что здесь включено. Во-первых, если вы запланировали зал ожидания, то стоит галочка, что он включен. Дальше, что разрешаем участникам? Работать в чате, переименовывать себя, включать звук и включать видео, чтобы им было все видно и слышно. Демонстрация экрана. Здесь, смотрите, такая история. Можно самому себе только разрешить демонстрировать экран, а школьники выступают в роли слушателей. Если у вас запланирована какая-то практическая работа, например, защита проектов, то тогда нужно включить опцию «Демонстрация экрана», чтобы каждый школьник мог демонстрировать свою презентацию, например, показывать ее другим участникам. В этом смысле ставим галочку «Демонстрация экрана». И тогда у всех, кто будет в конференции, будет такая возможность. Ну и самая интересная возможность здесь – это создание сессионных залов. Я их анонсировала в самом начале. Как это все делается? Сделать это нужно заранее. Это не в самой конференции делается, а настраивается заранее. Выходим из Zoom, стартовую страничку открываем. Там есть в самом верхнем углу, в правом такая маленькая шестереночка, иногда и незаметная. Нажимаем на нее – это настройки. И выходим в раздел «Расширенные настройки», показать их. И у нас открывается окошко браузера. Это у нас уже мы перебрасываемся в интернет, в свой личный аккаунт Zoom. Мы там, когда скачивали программу, мы там зарегистрировались. И вот нам открывают этот наш аккаунт. И мы выходим в раздел «На конференции» «Расширенные настройки». В этом разделе ищем опцию «Сессионный зал». Она будет отключена по умолчанию. Мы ее включаем, делаем синенькой. После этого можно закрыть окошечко и опять вернуться обратно в Zoom, открыть «Создать любую конференцию» и посмотреть. Там внизу должна появиться кнопка «Сессионные залы». Она появится внизу, как правило. Нажимаем на эту кнопочку. Вот она такая в виде квадратиков. И открывается окошечко, в котором можно настроить сессионные залы. Во-первых, мы там выставляем цифру, сколько групп нам нужно создать. Две, три, четыре, сколько угодно. И дальше выбираем опцию, как участники будут делиться по этим группам. Можно назначить их автоматически делиться. То есть первый попадает в первую группу, второй во вторую, как они подключаются по порядку. Вы можете назначать вручную, делить их по группам самостоятельно. И, наконец, можно разрешить участникам самим выбрать группу, в которой они будут работать. Выбираем одну из трех опций и нажимаем «Создать». После этого теперь уже можно приглашать участников. Они заходят в виртуальную комнату, попадают в эти самые комнаты, в сессионные залы. И они могут теперь общаться, каждый в своем зале, только с теми участниками, которые там собрались. То есть вот своей группой. Но вы можете все это контролировать, потому что текстовый чат здесь будет общий. Вы можете посылать сообщения сразу во все группы. И все будут в курсе происходящего. Вы все равно остаетесь всем этим руководить. Далее. После того, как работа закончилась, вы нажимаете кнопку «Закрыть все залы». Открываете опять сессионные залы, нажимаете кнопку «Закрыть». И после этого у участников появляется надпись на экране, что через 60 секунд им нужно закончить работу и вернуться обратно. То есть у них есть время, чтобы закончить обсуждение и приготовиться к переходу в общую конференцию. Автоматически через 60 секунд все участники попадают опять в общую конференцию. Вы подводите итоги и обсуждаете групповую работу, которую они вместе сейчас производили. Вот таким образом, чисто теоретически, это происходит. Собственно говоря, это интересный формат. Есть много обучалок по созданию, по работе в сессионных залах. Так что, если вам интересно, можно более подробную, дополнительную информацию узнать. И в этом смысле Zoom – очень хороший инструмент. Да, на YouTube будет запись. Это к вопросу в чате. Ну и последнее – это уже для красоты, для особой настройки Zoom. Здесь достаточно много их фон и фильтры. Например, есть такая настройка. Выбираем себе виртуальный фон. Я, например, себе ставила обычно книгу или библиотеку с книгами на задний виртуальный фон. Ну а дети там уже, кто во что город себе выставляли разные веселые картинки, в том числе там и виртуальные маски есть. Можно себе корону нарисовать на голове, там колпачок надеть, морковку себе переделать и так далее. Подскажите про фон. Такая вот сейчас рассказала про фон. Выбираем настройки. Это та самая маленькая шестеренка в правом углу на стартовой страничке. Нажимаем на шестеренку. Открывается вот такое окошечко с настройками. Выбираем фоны. Раздел фоны. Здесь уже есть какие-то картинки, шесть картинок, из которых можно что-то выбрать. Есть здесь даже северное сияние, которое красиво переливается. Мне очень нравится эта картинка. Но можно загрузить свою. Нажимаем на черный экранчик «Нон» и загружаем свою картинку. Она здесь у нас будет. Один раз загружаем, а потом бесконечное количество раз можно ей пользоваться. Загрузить фон, свою картинку. Вот загрузить и все. Но, естественно, если будете видео грузить, это все может быть не очень хорошо. Обычная картинка, собственно говоря, грузится. Особенно, если вы на стациональном компьютере. В платном тарифе Zoom больше возможностей для настройки. Там есть какие-то специфические, зеркальные возможности, возможность отобразить свое изображение и многое-многое другое. В общем, тут стоит походить по кнопочкам, посмотреть. Да, есть шаблоны фонов для Zoom, все правильно. А есть еще целые библиотеки. Наберите в поисковике «Фон для Zoom». Есть уже целые сайты, которые предлагают уже готовые фоны. Так что можно наскачивать себе и каждый день их менять, если это необходимо. В общем, программа, собственно, неплохая на самом деле. И я бы пользовалась до сих пор, если бы не вопрос с импортозамещением. Ну, давайте посмотрим, что еще есть. Вот Дискорд, например. Как вам такой инструмент? Дискорд. Изначально такой видеочат был создан для общения геймеров. Соответственно, здесь огромное количество разных функций, которые для простого обычного пользователя будут просто сложны и будут просто лишними. Поэтому вот Дискорд я бы не советовала для совсем маленьких пользователей. Я имею в виду начальную школу, там, пятые, шестые классы. Для них, мне кажется, это все будет сложно. Вот Дискорд это скорее для старших школьников, для студентов может быть. И то здесь уклон больше такой в геймерство. Если дети, что называется, хорошо в геймерстве погружены, то, наверное, им это будет интересно. Вот. Правда, не всем это нравится. И я попыталась его честно освоить, попыталась скачать, установить, разобраться в нем. Не все мне показалось здесь удобным. Не все я поняла до конца, как здесь что работает. Расскажу, что из этого можно извлечь. Давайте посмотрим. Итак, Дискорд. Он переведен на русский язык. Можно сразу с официального сайта скачать русскую версию. Правда, он у меня вступил в конфликт с Касперским. Касперский ни в какую. Не хотел его устанавливать на компьютер. Не знаю, по какой причине, но вот без помощи Касперского установить получилось. Потом уже Касперский перестал возмущаться. Скачала, установила. Изначально вот открыла виртуальную комнату, посмотреть, как все это работает. Это вот стартовая страничка. Перед тем, как работать, нужно внутри вот этой виртуальной комнаты создать так называемую матрешку. Я ее так для себя назвала, эту матрешку. Во-первых, здесь нужно создать свой сервер, а внутри сервера создать каналы. Такая получается многоступенчатость. Как создаем сервер? Зеленая кнопочка со значком «плюс» означает добавить сервер. Самым главным преимуществом Дискорда называют хорошую скорость, хорошее качество связи, то есть не виснет, не отрубается. И бесплатность, естественно, и большое количество участников. Практически безграничное. Поэтому, наверное, Дискорд стал наряду с Зумом тоже использоваться для работы. Давайте пошагово посмотрим основные функции. Нажимаем «добавить сервер», что у нас происходит дальше. А дальше нам дают несколько шаблонов для сервера. Можно создавать игровой сервер, с друзьями общаться, с художниками, с клубами. Мы выбираем учебную группу. В частности, я попробовала на учебной группе поэкспериментировать. Это уже готовый шаблон. Там внутри него несколько каналов есть. Например, в учебной группе у меня получились каналы комната 1, комната 2 и комната отдыха. То есть как бы вот три канала, как три группы, в которые можно приглашать участников. Либо можно пригласить сразу во весь этот сервер, чтобы они там между комнатами гуляли. Либо можно делать приглашение отдельно в каждый канал. Такая немножко запутанная система. Это первое, что меня немножко здесь напрягло. Так можно легко запутаться. Ну, сервер создан, мы получаем на него ссылку. Здесь есть опция сделать ссылку бессрочной. То есть, опять-таки, если у вас периодически повторяющиеся мероприятия, то можно один раз создать ссылку и дальше по этой ссылке всем заходить, только в определенный промежуток времени. Копируем, рассылаем. Далее. Далее здесь есть настройки сервера. Здесь все очень подробно. Я просто так чуть-чуть прикоснулась, посмотрела, как это все работает. Во-первых, можно сервер сделать приватным. То есть попадать туда только могут те, кого вы специально пригласили и отобрали для этого. Далее. Здесь есть возможность давать расширенные права. То есть кто будет просматривать, кто будет демонстрировать свой экран, кто будет включать видео и так далее. Тут очень много всего. Пролистать и настроить. По умолчанию определенные настройки здесь есть, но опять-таки нужно все это проверять на практике. Подключать участников и смотреть, как, что работает, у кого какие права есть. Это в разделе настроек права доступа. После того, как мы все это настроили, здесь есть возможность посмотреть глазами участника. То есть мы настроили какую-то роль определенную, дальше включили, посмотрели, проверили, протестировали, как это все работает и так далее. Расширенные права выдаем себе, конечно, а ограниченные права выдаем участников. Например. Так. Дальше. Ну вот моя комната. Самый для меня сюрприз был в том, что здесь есть отдельно каналы текстовый и отдельно голосовые каналы. И еще есть раздел информации. В разделе информации, нажав на шестеренку, мы можем прописать правила работы в этом сервере, чтобы дети были в курсе, что здесь будет происходить, куда ходить и что нажимать. Дальше. Информационные ресурсы. Вот это хорошая вкладочка. Сюда можно разные материалы добавить, которые необходимы участникам к уроку, например, пригодятся. А вот что мне не очень понравилось, то, что здесь отдельно идет текстовый канал, то есть чат отдельно, а голос отдельно. Если в Zoom все вместе было, мы голосом говорили, тут же могли в чате что-то написать, то здесь приходится переподключаться между каналами. Это, мне кажется, не самая удобная вещь. То есть либо все говорить голосом, а потом общаться уже в чате после этого, либо наоборот, либо туда-сюда прыгать. Количество каналов можно уменьшить. То есть вы можете вообще текстовый канал отключить, например, оставить только голос. Внутри каждого канала их может быть несколько. Я оставила один. Один текстовый, один голосовой. На самом деле через значок «плюс» можно добавить больше. Можно добавить три текстовых, четыре голосовых и так далее. На каждый канал можно сделать отдельное приглашение. Таким образом, я думаю, решается вопрос с группами. То есть одна группа работает в текстовом канале один, другая группа работает в текстовом канале два, а вы как организатор ссылаете всем разные приглашения, чтобы они конкретно только в этом канале и работали. Таким образом, это можно организовать совместную работу и групповую работу. Вот. Ну, как выглядит чат? Чат имеется в виду текстовый канал. Я его по привычке чат называю. Ну, вот так он выглядит, например. Здесь можно посылать тексты, гифы, картинки разные, эмодзи. И плюс значок с «плюсиком» означает, что можно прикреплять дополнительные материалы. В общем, такой простой вариант. Голосовой канал выглядит немножко иначе. Здесь можно включить видео, то есть веб-камеру подключить, и можно включить экран. То есть сделать демонстрацию экрана, как в обычных, вот в Zoom в том же самом. Можем вывести экран. Единственное, что здесь параллельно вы в чате ничего написать не можете, потому что чата просто нет. Здесь просто голосом объясняем и показываем. Вот таким образом это все работает. Собственно, это основные такие настройки в этой программе. Единственный плюс – это, конечно, хорошее количество возможностей. Здесь их много, этих настройок. Я пробежалась по самым основным. Здесь разные геймерские настройки. Они, мне кажется, будут здесь лишними. Но вообще изначально Дискорд и не предполагался для дистанционного обучения. Просто некоторые учителя взяли его на заметку и стали использовать. Можно попробовать поэкспериментировать. Если у вас такая игровая группа учащихся, например, можно с ними попробовать поиграть в Дискорд и посмотреть. Может быть, им понравится больше. Единственное, обратите внимание, доступ в Дискорд должен быть ученик от 13 лет и старше. То есть с маленькими, там просто доступ в регистрации будет отказан, если меньше 13 лет. Так что вот такой вот интересный, необычный, он, пожалуй, наверное, самый необычный. Из того, что я протестировала, это был самый необычный мой эксперимент. Честно говоря, лично я все-таки осталась на Zoom. Там как-то это более функционально. Все работает и все немножко проще. Дискорд мне показался немножко запутанным. Ну, единственное, что здесь не ограничено время, насколько я поняла. То есть можно больше, чем 40 минут здесь общаться с пользователями. Это тоже, наверное, хороший плюс здесь. Ну, давайте посмотрим вот на это чудо. Microsoft Teams, который рукали очень долго на Фейсбуке, особенно вот в начале этого учебного года. В общем-то, инструмента в теории очень даже неплохо. Детища Microsoft, инструмент для онлайн-обучения, для совместной работы, для видеоконференции, переведен на русский язык. Все, что нужно, это иметь учетную запись Microsoft. То есть если у вас Windows установлен, то, по сути, у вас эта учетка уже и должна быть. Если нет, то здесь не вопрос, можно зарегистрироваться. Есть возможность работать в двух форматах. Есть веб-версия, то есть ничего скачивать не надо, работаем в режиме онлайн. Есть классическая программа, которую можно скачать и установить на компьютер. Собственно, на мобильное устройство тоже устанавливается. Заходим, регистрируемся, если нет учетной записи, а дальше нажимаем на кнопку «Начать собрание». Вот стартовая страничка. Начать собрание. Начинаем с собрания вот прямо здесь и сейчас. Можно сразу получить ссылку, нажать на кнопочку, эту ссылку начать рассылать всем участникам. Давайте посмотрим, как это работает. Я попыталась и то, и другое попробовать протестировать. Можно начать собрание здесь и сейчас, а можно его заранее запланировать. Планируется следующим образом. На Zoom похоже, по сути. Здесь тоже вписываем дату, время, продолжительность мероприятия. В бесплатном тарифе Microsoft до часа. Если выставим больше, он начнет ругаться и говорить, что бесплатно так нельзя делать. Более того, в красную рамочку я тут вынесла значок «Не повторяться». Это кнопочка на тот случай, если у вас, опять-таки, нужна ссылка одна на все конференции. Опять-таки, у вас есть серия уроков, и вы хотите одну ссылку на все. Вот нажимаем на кнопочку «Не повторяется». Выбираем опцию одной ссылки, единой ссылки, ну и дальше планируем уже. Можно аннотацию небольшую добавить для мероприятия. Нажимаем на кнопку «Сохранить», и это все будет сохраниться в вашем аккаунте. Ну, плюс еще будет привязано к Google к календарю, если это важно. Так планируем мероприятие. Ссылку рассылаем участникам. Они заходят в определенное время внутрь виртуальной комнаты. Виртуальная комната вот так и выглядит. Ну, они все стандартно. Здесь внизу набор небольшой инструментов, чат с правой стороны. Ну, давайте поподробнее поговорим. Про чат, во-первых. Я протестировала и веб-версию, и программу. То есть, скачала и программу, и посмотрела на веб-версию. Самое интересное, что меня поразило, что они разные по функционалу. Они выглядят немножко по-разному. И у них, например, чат отличается. Вот это веб-версия. В веб-версии, если вы присмотритесь, там нет значка для загрузки материалов. Там есть просто значок для текста и для смайликов. И все. Больше там ничего не получается прикрепить. Если вы хотите отсылать материалы, какие-то презентации, документы, то придется скачать программу. И с программой работать, а не с веб-версией. Дальше теперь по центру кнопочки. Ну, значки с подключением камеры и микрофона, это понятно. Вот значок «Показать рабочий экран». Это стрелочка, которая ведет вверх. Открывать можно рабочий, ну, как обычно, свой рабочий стол можно показать, вкладку браузера, либо какой-то документ, который у вас открыт в данный момент. Окошечко открыть. Дальше здесь есть возможность поднять руку, посмотреть участников. Ну, все основные возможности здесь функциональные есть. Далее. Если зайти на сайт Teams, они пишут о том, что здесь есть возможность подключить электронную виртуальную доску. Я обошла весь Teams с ног до головы, ничего не нашла, пошла обратно в справочную службу и выяснила, что, оказывается, на данный момент Teams не дает возможность подключать виртуальную доску, если у вас Windows 10, если у вас веб-версия и если у вас MacBook. Вот так. Поэтому у меня, поскольку Windows 10, я так к виртуальной доске не добралась. Это плохо. Почему не работает, непонятно. Количество пользователей в Teams до 250. Это, конечно, круто. Такие огромные конференции проводить. Но, возможно, с этим связано и то, что здесь связь не особенно хороша. Очень неустойчивая. Веб-версия, как ни странно, работала у меня даже быстрее, чем программа. Не знаю, с чем это связано. Зависла медленно. Это учитывая то, что я просто сама для себя проводила конференцию. Почему-то вот такая вот нехорошесть появилась. В общем-то, Teams по теории очень даже неплохой инструмент. Здесь все основное присутствует. В бесплатной версии, правда, вот записи я не нашла тоже. Хотя ее анонсировали как бесплатную, но, возможно, урезали функционал. После того, как пандемия пошла на спад, возможно, эту запись уже убрали. Либо опять мой Windows 10 мне не дает такой возможности. Но вот эта вот медленная работа, наверное, самое главное, за что ее и ругали в Фейсбуке. Можно протестировать, посмотреть, может быть, понравится. Не знаю. Пока у меня такие смешанные чувства от этой программки. Ну, вот он, MS Teams. Последний слайд, который я открыла, это у меня здесь про чат-собрание. Это уже версия, которая программная. Вот. Там скрепочка внизу появилась среди значочков. Это значит, что можно с компьютера загружать материалы. Вот. Здесь немножко иначе чат уже выглядит. Здесь появляется возможность грузить материалы в чат. Все мы знаем, что в 2021 году, а именно 8 апреля, Роскомнадзор настоятельно рекомендовал всем пользователям побыстрее переходить на российские аналоги Zoom. Также вывесили списочек таких программ, на которые хотели обратить внимание пользователи. Я переписала этот списочек и прошлась по нему. Посмотрела, что рекомендуют, ну и что еще сверх того есть от наших российских программистов, что они предлагают в качестве импортозамещения. Набор, в общем-то, такой длинный получился, но не все работает и не все так хорошо, как это анонсируется. Давайте посмотрим. Что у меня получилось? Ну, во-первых, я обратила внимание на Яндекс.Телемост. Это сервис для создания как раз собраний, видео-встреч, видеоконференций. Очень простой, работает веб-браузере. Вот здесь вообще ничего не надо, не создавать никаких аккаунтов, ничего не загружать, нет. Просто заходим на его сайт, просто в поиске набираем Яндекс.Телемост, вот такая красивая стартовая страничка, нажимаем на кнопку «Создать видео-встречу» и открывается виртуальная комната. По сути, очень напоминает Скайп. Правда, есть еще и программка. Телемост для Windows, если необходимо, если вы не хотите через веб-браузер работать, там у вас, может быть, связь с интернетом не очень хорошая, можно попробовать через программу это сделать. Ну, у меня, я попробовала веб-браузер. Как это работает? Ну, вот, пожалуйста. Что здесь? Вот она опять, это виртуальная комната, с правой стороны у нас чат, по центру основные кнопочки. Тут их немного на самом деле. Демонстрация экрана. Можно рабочий стор, можно видео-вкладку. Не видео-вкладку, а вкладку в браузере можно открыть, можно любой документ, который у вас открыт на рабочем столе, тоже вывести. Дальше вот этот вот значок с тремя точечками. Здесь есть кнопка для записи конференции, ну и кнопочка для небольших настроек. Собственно говоря, что умеет Яндекс, если посмотреть на его технические характеристики. Делимся ссылкой, и встреча происходит здесь и сейчас. Пользователи могут подключить микрофон к камеру, можно делиться экраном. Пока вот на этом основные функционалы здесь и заканчиваются. 35 участников максимальное количество на видео-встречи, но время вызова здесь не ограничено. То есть можно и час, и два, и три проводить конференции без ограничений. Связь, в общем, неплохая. Сервис неплохо справляется с работой довольно быстро. У меня все работало, ни разу не завис. Так что есть возможность к нему присмотреться. Нет, не обязательно. Учетные записи Яндекса не обязательно. Но у меня тут же моя картинка появилась, потому что он тут же нашел мою Яндекс.Почту и вывел меня на экран. А вообще можно и без учеток. Просто по ссылке здесь работать. Правда, создатели Яндекса говорят, что сервис будет развиваться, что появятся новые возможности. Возможно, виртуальная доска здесь появится, какие-то другие, возможно, опции будут интересненькие. В общем, здесь есть возможность присмотреться. Здорово, что здесь все бесплатно, и не нужно нигде регистрироваться. Вот это самое главное. Вот это, наверное, самый большой плюс здесь. Ну и 35 участников тоже неплохо. А класс вообще отлично будет. Другой вариант. В списке Роскомнадзора этого не было. Сервиса я его сама нашла. Видеомост он называется. Это тоже наше производство, хотя тут английскими буковками написано. В основном они ориентировались на корпоративный сегмент. Правда, в последнее время там много и работает и учащихся, и библиотеки попробовали его освоить. Здесь можно и онлайн-уроки проводить. Здесь очень хороший бесплатный тариф. Чем он мне понравился? Можно организовать конференции максимум на 100 участников, и длительность видеосвязи ограничена одним часом. В общем, неплохой вариант. Из настроек можно посмотреть, вот у меня есть ссылка на этот сервис, что здесь есть. Возможность обмена файлами, опять-таки демонстрация экрана, утверждает, что высокая степень безопасности есть. Можно подключать электронную доску. Она здесь присутствует. Доступ через любое устройство. Можно с компьютера, можно с мобильных устройств. Единственное, что недостаток здесь, что с мобильных устройств не всегда корректная работа. Но это особенности. И ругают еще устаревший интерфейс. Он, правда, немножко такой архаичный. Мне показалось не такой красочный, как у всех остальных. Но, собственно говоря, мы не за красочностью идем, а со функционалом. Смотрим, как здесь все работает. Конференция планируется. Мы назначаем конференцию. Ну, вот этот архаичный интерфейс выглядит вот так. То есть вот такие окошечки серенькие, вкладочки такие не очень выразительные, напоминает начало 2000-х годов интерфейс. Конференция. Даем название. Тут же нам генерируют код и пароль для этой конференции. А дальше мы выбираем формат конференции. Здесь можно выбрать несколько форматов. Например, самое традиционное – это обсуждение. Когда все возможности имеют говорить и обсуждать что-либо. Обязательно выставляем циферку в разделе «Активные микрофоны». То есть это количество участников, которые имеют возможность говорить, если у нас обсуждение. Максимально я выставила 30. То есть 30 активно говорящих участников могут быть на этом мероприятии. Продолжительность час выставляем ее. Можно меньше, больше не получится, потому что сервер не даст таких возможностей. Ну и дальше назначаем конференцию. Получаем ссылку. Этой ссылкой делимся с участниками. Участники по ней заходят. Здесь, опять-таки, ничего устанавливать не надо. Все работает в веб-браузере. Просто по ссылке переходим, попадаем внутрь виртуальной комнаты. Она вот тоже такая черно-белая. Здесь всего три кнопки. Чат, демонстрация экрана и инструменты. Чат я уже открыла с правой стороны. Там есть значок со скрепочкой. Это значит, можно прикреплять разные материалы, отправлять в чат. Ну, а вот в инструментах очень все интересненько. Во-первых, у нас там есть раздел «Материалы». То есть можно материалы не скидывать просто в чат, а можно в отдельной вкладке открыть материалы и сразу туда все материалы загрузить к уроку. Они тут же отобразятся и в чате, и будут еще вот в этом разделе «Материалы». Так что можно и там, и там смотреть. Здесь есть возможность опроса и возможность электронной доски. Это интересно. Давайте посмотрим. Ну, вот она электронная доска. В общем, вполне симпатично. Здесь много настроек. Можно писать, рисовать, добавлять какие-то комментарии. Вот насчет загрузки изображений я не успела посмотреть, но, может быть, даже свои картинки можно грузить. А ее можно открыть на весь экран и тут же и работать в этой доске. Так что вот такая возможность и для мозгового штурма. Опросы. Опросы вот так выглядят. Вписываем вопрос, даем варианты ответов. Их можно больше, можно меньше. И дальше выбираем, какой именно опрос нас интересует. С выбором одного варианта, с выбором нескольких вариантов. И так называемый опрос с оценками. Это когда мы просим оценить по какой-то шкале, ну, что-нибудь, да, рейтинговать, да, выбрать там свой приоритет и так далее. Выбираем вариант опросника. Ну, например, один вариант. Нажимаем на сохранить и на чате. Тут же этот опрос опять отправится в чат. И там же в чате будет происходить голосование. Очень удобно и очень быстро. Так что по функционалу Видеомост вполне даже симпатичный инструмент. Мне он понравился. Я, может быть, попробую с ним что-нибудь сделать. Вполне достойно смотрится. На фоне других русскоязычных инструментов. Вот о них я буквально несколько слов скажу. Ну, вот в списке Роскомнадзора был вот этот инструмент СберМетап. Может быть, слышали о нем что-нибудь. Это такой функциональный инструмент, о нем много писали и говорили, который работает в формате веб, то есть не нужно ничего скачивать. Работает не во всех браузерах, а в Google и в Google Хроме, и в Яндексе браузере, и Safari. Еще подключили три браузера, почему-то вот с ними только функционирует. Но попробовать его не удалось по той простой причине, что он сейчас в режиме тестирования. Они заявили там до 100 участников, нет ограничения по времени, есть текстовый чат, трансляция экрана, запись конференции. Иногда даже вебинары можно проводить, там 7 спикеров и 2000 зрителей. Вот такой формат. Вот все здорово, отлично, но оно пока не работает. В тестовом режиме и работают там только сотрудники Сбербанка, судя по всему. Пока мы его просто оставим в скобках и посмотрим, что с ним будет дальше. Вот еще одна новейшая разработка. Это уже для образования. Про разработку они очень много тоже писали. Последнее время сфером это называется. Это часть программы цифровой среды, которая создается Минпросвещение и Минцифры. Вот они вдвоем в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации создали такую платформу, сферу. Можно туда зайти посмотреть. Это платформа для учителей и для учащихся. А пробируется уже в 15 регионах. Может быть, ваш регион в этом участвует. Вы уже в курсе, что это такое. Ага. Ограничение по объему материалов. Да, в видеомасте есть. Жаль, что подвисал. Инструментарий-то неплохой был. Ну, давайте вот к сферу. Посмотрим, что здесь. Здесь самостоятельно зарегистрироваться не получится. Сферу работает по принципу Я-класса. То есть здесь должен быть администратор от учебного заведения, от школы, который подает заявку в сферу, чтобы там школу зарегистрировали. И только после того, как заявка будет принята, только после этого учителя и ученики смогут сюда подключиться. Заполняем информацию, создаем на классе, на сферме можно создавать классы, приглашать туда учителей, учеников. В общем, мне кажется, чем-то это похоже на Я-класс, только с возможностью проведения видеоконференции. У меня такое создалось впечатление. Я посмотрела на видеоконференции. Есть подробная инструкция. Если у вас шашкула планирует к сферму подключиться, то у меня в презентации есть ссылка на обучающие материалы по сферму. Вот так выглядит этот скриншот, потому что я сама туда внутрь не попала. Я вот из обучалок взяла скриншотик. Такая обычная виртуальная комната. Здесь есть неплохой набор инструментов, без ограничения по времени, до 100 участников. Есть опция чата, куда можно загружать материалы. Есть опция демонстрации экрана. Можно на большом экране демонстрировать. Ну, собственно, вот пока все на этом. Про виртуальную доску пока здесь ничего не сказано. Возможно, появится. А так вот в целом выглядит вот таким образом инструментарий. Ну, и еще две программы, о которых я рассказывать не буду, просто покажу тарифы. Это из рекомендаций все того же Роскомнадзора. TrueConf. Это, да, это отечественная разработка. Здесь все на русском языке, но бесплатный тариф очень маленький. Поэтому я даже всерьез его и не рассматривала. Возможно, для маленьких конференций до 6 участников это подойдет. Здесь есть групповая видеоконференция до 6. И есть еще селекторное совещание. Это селекторное совещание 2 на 25. То есть два спикера и 25 слушателей к ним. Видеоурок в бесплатный тариф не входит, увы. Поэтому вот с этой точки зрения TrueConf нам не очень хорошо подходит. Правда, TrueConf заключает контракты со учебными заведениями, по каким-то льготным тарифам, предлагает им свои услуги. Может быть, возможно, таким образом поработать с этой программой. Ну, и еще одна программа ProfiConf. Она тоже для малого числа участников в бесплатном тарифе до 5 всего лишь. Правда, не ограничено время проведения такой конференции. То есть для маленьких каких-то обсуждалок, для маленьких совещаний может быть вполне подходящее. Здесь есть и демонстрация, и файлы, и доска для рисования. Но 5 участников это для проведения онлайн-уроков как-то не очень серьезно. Может быть, для каких-то консультаций, да. Но вот ради таких небольших тарифов эта программа, их придется устанавливать на компьютер. То есть стоит ли ради этого устанавливать. Поэтому тут каждый выбирает, конечно, сам для себя, смотрит по возможностям, по функционалу. В любом случае, любую платформу надо сначала протестировать. Хотя бы для себя и для никакого-то количества участников посмотреть, зависает, стабильно ли работает, как функционирует и так далее. Надеюсь, что информация была вам полезна. И все ссылки на все, что я говорила внутри самой презентации есть. Вы можете сразу ее и скачать себе. И по ссылкам уже самостоятельно походить и попробовать. Если какие-то вопросы сейчас еще возникли в конце, то я буквально пару минут еще подожду. Ну а если вопросов нет, то тогда буду потихонечку заканчивать свое выступление. Следующий вебинар у меня будет через неделю, 25-го, если я ничего не путаю, мая это будет. Сейчас проверю. В понедельник. 24-го мая. Про видео лекции поговорим и про буктрейлеры. Ну а я тогда обращаюсь. Всего доброго.